И мы поняли, что мы не хотим жить в Москве, что мы не хотим работать в офисе. Это татуировка? Да. Почти 10 тысяч слов открывай! Открывай! Сейчас я. Открывай! Можно я отпишусь? Открывай! Спасибо за подписки, хейтерам привет. Я вас ценю и уважаю, честно. Без вас не было бы комментариев вообще, потому что кому нравятся, обычно комментарии не пишут. Пишут комментарии хейтеры. Хейтеры, вы мое все, честно. Слава, любишь хейтеров? Твоих нет, а своих да. А у тебя их нет. А, у меня их нет. Минутка рекламы. Ваня хороший друг, потому что сейчас он отпишется. Потому что нас уже 10 тысяч и один человек. Я не успел сделать фотографию. Ваня быстро отписывайся. Ваня быстрее. Ты не хотел. Я отписался. Ваня, ты молодец, дай пятеру. Я идеальный человек. А теперь снова подпишись. Нагоняй мне трафик. Пришел, не определившись. Шальной подписчик. Эмиран молодец, так четко прокачал наше заведение. У нас так много людей теперь ходит. Люди, я не вижу ваших рук. Люди! А вам вход закрыт сегодня, вы знали? Мы же договаривались, так? А потому что что? Потому что Маша фейс-контроль. Очень жесткий высказывает. И вот такая вода пошла. Как дела? Прекрасно. ПРАЕ красно. 23 года мне. А уже 23. У меня потому что в случае год за месяц. Че? Год за месяц? Я глупая малолетка считать не имеется. А вы знаете, просто я хочу такие вот лимонные шары. Лимонные шары. У меня в синее платье будет. Это вам не шуточки. Это серьезно. У людей жизнь проходит. Нам зарплат не хватит. Жизнь проходит. Сейчас у нас не совсем про бизнес сегодня. Ну как? Больше про поиски себя, наверное. И про путешествия. Сегодня мы общаемся с двумя близняшками. Вика и Юля. Кто Вика, кто Юля. Привет. Привет. Я Вика. Я Юля. про вас вообще так-то ничего не знаю. Знаю только, что вы крутые и много путешествуете. И у вас прикольный инстаграм. Мы приехали в Москву и сразу начали вести блог. Первый пост был о том, что мы просто написали о всех блогерах и блогерах. Это пишет про моду. И, конечно же, мы их не очень от хорошего мнения. Мы отозвали самих всех. И сделали пост на Фейсбук и всех их отметили. Они это, конечно, заметили и прочитали. И было очень много возмущений. Кто такие две девочки из Сочи? Почему они вообще так отзываются? Потому что тебе вообще не интересно. Я вот знаю, да, что вы не мой и там типа... Спасибо. Всего доброго. Не интересно. Не интересно. У нас было очень странно. Мы сдавались... А могли бы вот остаться в Сочи и заниматься тем же самым, да? Продаваться от них делом. Начали делать коллекции. И, конечно же, наши преподаватели это не... Как бы не одобривали. Потому что, да, не оценили. Вот. Но мы как бы продавливали свое мнение. Отдавали одежду в шоу-руму. И начали потихоньку продаваться. И вот когда-то мы в курсе уже сделали большую коллекцию. Долго мопед чинил? Месяц. А что так долго? Ну, там по-разному. Сначала пластик нашелся только в Москве. Потом его неделю отправить не могли. В пробках типа неохота в транспортную стоять. Потом краску подобрал. В дня три за ней ездил. То в обед приеду, зная, что там что-нибудь. Закрыто. То еще какая-нибудь история. Потом фон там. Четко. Очень. Смотри, у меня восьмерка была. Я у нее шильдик оторвал. И такие штуки поставил. Тут я снял крепление номера и тоже такие штуки поставил. Как в детстве. Че, кайфуешь? А ты откуда едешь? В базу. Ветра нету. Мопед вообще. Это все. Этот человек ездил на Модике. Сколько ты ездил? Все свою жизнь. Мопед это все. Всю жизнь проездил на Модике и перейдил на Мопед. Не слушайте никого. Никого не слушайте. Он обманывает. Он сурая. Есть немного, да. Такой сегодня день крутой был. Мы съездили на реку. Возможно, это попадет в видео. Все решили поехать на море с палатками. Взяли в аренду палатки. Приехали на море. Я сейчас поеду работать. 20 дней вечеринка Playboy на Черноморской. А потом вернусь обратно. В ночи. А тут уже прям бурлит работа. Санитары? Все очень плохо. Все очень плохо. Ну что? Ну мы как бы обосновали. Сейчас видишь. Маленькая грязь. Туда-сюда. Нормально сейчас будет. Лежаки даже привезли. Четко. Красавчик. Красавчик. Смотри. Кальянчик. Мальянчик. Табачки. Три вида. Фольга. Бобби Джо. Все на месте. Привейт. 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 Шанти. На время палатки ставим. 41 минута. Давай быстрее. Сколько идет? 41 минута. Что с ума сошли? 52. Должны сделать. За 52 минуты. Конечно, наша задача поставить за час эту палатку. За час? Ну да. В смысле, это типа конкурс, самая долгая установка палатки? Ну да. А ты пивка выпил? Ну да. Да, Наташа, при***ь. И мы поняли, что мы не хотим жить в Москве, что мы не хотим работать в офисе и при себе билет в Париж в одну сторону и уехали. Что с дипломом? У нас не было ничего. Мои телефоны, чего? А, нам надо было забрать диплом, надо было собрать панелисты. Мы подумали, что нафиг нам нужен диплом с четверкой. Вот. И просто уехали в Париж. И у нас не было ни квартиры, ничего. У нас было денег просто на два месяца. И один единственный контакт с жильем. Просто неизвестный мистер Мьен и крыша китайского ресторана в пригороде Парижа. К ним не секрет. Вот. Стали искать работу, но мы приехали в неправильное время, потому что это был июль, август. А в это время в Парижи все отпуска. Ходили везде, разносили свое портфолио. Три раза у нас было интервью в Теори. Последний раз мы просто пришли на ресепшен и сказали, да-да, у нас не значит, вы кому? Ирис Диас. Ирис Диас. Точно? Да. Она нас ждет. Только не надо ей звонить. И вот мы уже почти заходим. Сейчас я все-таки ей позвоню. Ирис такая, что? Они в Париже? Почему мы не позвонили? Почему мы не сказали? Ну мы подумали. Ну и подумали, что нужно прийти уже в Лимико. Мы решили, что мы больше не хотим заниматься модой, заканчиваем инвер и покупаем береты в Индии в один конец. Сидим в самолете и приезжаем в Индии. Четыре месяца мы как-то там прокрутились. Теперь мы здесь. Чем мы там занимались? Мы занимались просто путешествовали, работали на свадьбах. Работали на свадьбах чем? Гостями. Или ты просто гость. Гость на свадьбе? Да. И за это платят? Да. Не на всяких. Сколько платят? Сколько? Нет, реально. Ну если ты напрямую работаешь с работодателем, то где-то 9 тысяч, если через фото платишь. За одну свадьбу? Руби, руби, да. А не там курс примерно. За одну свадьбу? Да. И на сколько свадеб можно в неделю ходить? Ой, да там каждый день. Сезон просто там миллион. Я хочу к Индии. Какого населения Индии? Полтора миллиарда. Представьте, вот сезон. Январь, февраль, нету же. А у нас 145 миллионов Индии с полтора миллиарда. Ноябрь, декабрь вот этот сезон свадеб. То есть люди просто платят за то, что к ним на свадьбу приходят белые гости? Да, да. Это страна контрастов и там очень бедные люди. И очень богатые люди. И каждый день ты удивляешься. Твоя жизнь точно так же. Очень плохо, очень хорошо. Хорошо. Шесть месяцев в Париже. Потом мы два месяца были в Сочи. И потом четыре месяца в Индии. И вы сейчас вернулись в Сочи, чтобы сделать документы? Да. Куда поедете дальше? В Японию. Блядь. Я им завидую. Я все равно тебе не нужна. Блядь, Слав, как дела в ресторане? Хорошо. Это самый успешный ресторан в Сочи. Я директор самого успешного ресторана Черноморского Павриежья. Ау! Люди по машине, во-первых. Слав, ты куда ушел? Даже директор ушел. Но на самом деле, дизайн проекта хороший. Мне кажется, люди только портят его. Да. Здесь все выглядит гораздо круче. Мы делаем все, чтобы их здесь не было. Например? Не приглашаем. Я выкладываю специальные ролики. На моем канале можно посмотреть все мои выпуски. У него нет канала. Ссылка в описании. На его канале можно посмотреть все выпуски. Саш, давай Инстаграм. Инстаграм про качание. Вот, Приморская. Давай, Инстаграм, Саш, давай. Как я все организовал? Вижу кроликов. Вижу кроликов, вижу кроликов. Иду по направлению к кроликам. Как дела? Привет, все супер. Привет. Как тебя зовут? Здравствуйте. Одна из вас купальников не досталась, да? У нас есть. Есть? А вы переоденетесь? Да. Мощненько. Делай еще раз так. Не могу. Я просто уже заинтересовался почти. У тебя конкуренты. Очень много. А вы прикольнее, чем она. Делай еще раз так. Ну, потому что у нас двое просто. У меня тоже двое. Это татуировка? Да. У кого значит моя татуировка? Здесь, в смысле? Там прям ниточка. Это из колготки. А я думал, это татуировка вообще. Нет, это колготки такие. До старых. Возди. Я думал, ты меня обманываешь. Про татуировки. А у тебя есть татуировки? Нет? Нет. То есть ты девственная, да? А ты уже нет? А я уже трижды нет. Трижды нет? Да. А ты знаешь, что их лайтлером сводить можно? Серьезно? Можно девственность постанавливать. Да. А я хотел спросить у вас. А где норка ваша? Что? Ну, норка. Ребят, все хорошо. Нет норки? Какую норку? Вон их спроси про норки. Такие вы скучные, конечно, вообще. Вот вам сразу видно, мало платят. А где норка? Норка? Норка. Листья? Нет, зайчая. Зайчая? Зайчая норка. У каждого она своя. Понятно, что у каждого она своя. Нет. Норка это там где твой дом. А где твой дом? Мой дом на мамайке. Я нашел норку. Норку. Ну что? Это вообще-то бред. Бред на золото. Вы самые четкие, потому что все думают, что это пошло. А вот вы вдвоем хорошие. Давай. Ладно? Давай, счастливый, Таня. Кто ты? Ты наш кормилец. Кормилец? Кормил вас, что ли? Да. А что ж не делает твой? А что вы все это делаете? Пришло время прощаться. С вами было хорошо. Только старано. Но я в свою норку. Морковь из-за меня тебя. И если бы у вас кончились деньги в путешествии, что бы вы делали? Мне кажется, всегда можно найти метод путешествовать без денег. Да. А вы ведете уже, да, вот, ну помимо инстаграма блог? Пишем. Иногда мы пишем. Прикольно. Я ссылку прикреплю. На самом деле, мне кажется, интересно. А вы, ну, то есть вы про еду, про менталитет, про все это пишите? Да. Мы стараемся рассказывать какие-то такие фишки, которые полезны людям. А, у нас, кстати, есть пост «Бюджетный Париж». Как вообще бюджет там вышел в Париже? Потому что в Европе сейчас очень дорого, в Париже очень дорого. как сэкономить на жилье, как сэкономить на транспорте, на еде, на развлечениях. Что вы посоветуете молодым людям, которые заканчивают институт сейчас, например, и не знают, чем заняться в жизни? Ну, во-первых… Подскажите нам. Да. Мы ищем ответ на этот вопрос. Перестать думать системно, потому что это убивает вообще мировоззрение, мне кажется. Нужно как-то перестать бояться. И бояться, что вас спасут. И после универа не стремитесь сразу найти, не знаю, хорошую работу в офисе, стабильную. Не знаю, немного попутешествуйте, попробуйте. Потому что во Вьетнаме, Японии, Китае, люди, которые заканчиваются универом, они всегда, вот многие берут год для того, чтобы путешествовать по миру. Мы сейчас, когда были в Москве, у нас была пересадка 10 часов, и мы встречаясь с нашей подружкой, она работает редактором, младшим редактором моды в ВОГе. И мы говорим, Олеся, у тебя такая классная работа, тебе завидуют 99% девушек нашей страны, вот, и не только нашей, работают в таком классном журнале. И она говорит, тебе столько людей завидует, она говорит, ты не представляешь, как я завидую вам, что вы можете ездить неприкрепленные к работе, ездить по всему миру и заниматься тем, чем вы хотите, потому что в один прекрасный момент вы стали вести Бог. Ну, в какой-то момент, видимо, мозги сработали. В 2010 году, 1 сентября. Ладно, спасибо. Я прикреплю ссылку, там где-то внизу, на блог и на инстаграм. Я думаю, что вам стоит как бы это смотреть и читать. Реально интересно, как мы узнали, можно путешествовать вообще без денег и без всего. Можно не задумываться о том, что будет завтра просто лететь и ехать поездом с индусами с тремя полками. Ребята, живите настоящей жизнью. То есть у вас-то история. Уъедывайте на пляж в ночи, например. Как мы это делаем. Это наш костер? Нет. Нет? А мы так так к нему идем. Вы уже отчаялись, а мы пришли. Ты можешь передавать свой пост. Тебе? Иди спать. Отдыхай. Да. Ну что, иуды? Спать легли все. Приехали отдохнуть на пляж. Вот это ночью в вечернюю зорьку отсидеть, да? Поболтать с друзьями может. А есть карта? Перевести. Наташа. Поставь на тачку. На проживание. Начинаем. Просчет сейчас на 13 лет. Красавцы построились. Здравствуй, люкс. Здравствуй, премиум. Вот он мой спа. Да. Всем привет. Отдых. Наконец-то. Всем привет. Это Буревич и ТВ. Проснулись на море. Я иду умываться. Три простых движения для умывания. Первое движение вот такое. Второго движения не существует. А сейчас я покажу вам, как загорает директор пляжа. А сейчас я вам покажу... Твой пляж пользуется популярной бешеностью. Бешевой популярностью. Популярной бешеностью. Там нет места даже для директора пляжа. Ты даже, блять, фразу не можешь сформулировать. Что это за дно, а? Потому что 9 утра и мы спали 4 часа. И поэтому тоже. Слав, у тебя тут какая-то это... Усы отпали, мне кажется. Да. Вот тут вот рядом. Вот, вот, вот. Вот. Да. Это бакенбарды. В streng crest priests. Хе-хе-хех, блять. Пока поезд не прошло... О! О Hagana! Охо! Нужен контакт! Эээ! А раньше? Оу! Машут, машут. Подписывайтесь, Погуревич! В этом в своем поезде! А я забыл там Wi-Fi нет... Туда не ходите, там медведи. Туда не ходите, там волки. Волки там, осторожно. Волки? Да. Я мастер паркура и парковки. Главное, что не пикапы. И слава богу. Я слишком старый для пикапа. Это она слишком старая. Слишком старая. Слишком старая для пикапа. Слишком старая. Слишком старая для пикапа. Она тоже слишком старая для пикапа. Я шут, я орликина, я просто смех Без имени и в общем без судьбы